Всем привет! Продолжаем изучать Spring и продолжим изучать сервлеты. Сервлеты, сервлеты, сервлеты. Сервлеты, напомню, это, скажем так, некий примитив, с помощью которого мы можем обрабатывать входящие HTTP-запросы и отдавать. Обычно мы сервлеты не пишем. Мы пишем контроллеры, пишем отдельно наши HTML-ные странички. Все это как-то связывается. То есть Spring, он, скажем так, сделал некоторые нам удобства, чтобы работа наша была комфортнее, приятнее. Итак, но мы-то, чтобы понимать все это дело лучше, должны хотя бы знать, что такое сервлеты и знать, как его построить, если необходимо. И если вам нереально не повезет, будете работать с каким-нибудь жутким легоси, там вы увидите эти сервлеты по самое неболусье. Итак, пишем, пишем наш сервлет. Для этого, для этого, так, я остановлю, а нет, все у меня, все нормально. Пишем наш сервлет. Для начала мы создадим папочку отдельно для сервлетов. Для сервлеты, сервлеты, серв, сервлет, 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 окей. Теперь мы в нем создадим наш какой-нибудь сервлет. Наш какой-нибудь сервлет. Давайте. Hell, Hell, сервлет. Hell, сервлет. Назову Hell, сервлет. Hell, сервлет, окей. И, поскольку это наш класс будет сервлетом, мы его должны, должны наследоваться от http-сервлет. Вот. Вот, вот, вот. Теперь смотрите, смотрите, смотрите. Вот если мы сюда заглянем, 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 давайте подгрузим, подгрузим source, подгрузим source, подгрузим source, source, source. Смотрите, что здесь, метод to get мы можем, метод do head, метод do post. Как вы понимаете, эти методы, собственно, ответственны за вот эти вот http-запросы. То есть, нам нужно их просто за override, за override. То есть, то есть, то есть, где наш контроллер какой-нибудь, вот смотрите. Вот это вот, вот этот get, здесь только get mapping. А, вот, get mapping, post mapping. То есть, это некое-некое-некое соответствие вот этим вот методам. Get, ух ты, как, как тут много всего подгрузилось. Get, put. То есть, вот, эти методы соответствуют тем, вот, коннотациям. Мы сделаем простой вариант. Мучиться не будем с сервлетами. Все же, я не знаю, не знаю, кто пишет на них, но знать надо. Так, давайте напишем метод get. Метод get. Я уже запутал. А, вот, 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 закрываем. Вот наш health-сервлет. И давайте за override, за override метод, метод do get. Как вы видите, он принимает http-сервлет-реквест, то есть, метод, объект, в котором содержится некоторая входящая информация. То есть, там будут зашифрованы cookies, там будет зашифрованы API, там будет зашифрованы type-content, type-content, ради интереса, http-metod, http-protocol-example. Вот, тут есть картинки. То есть, вот эта информация, которая к нам приходит обычно, вот, через метод http, да, вот там зашифрована вот эта информация. И, и, и. Вот в этом методе она есть. Ее нужно будет просто извлечь. Все. Все. Давайте реализовать, давайте реализовать, давайте реализовать. Предлагаю, предлагаю следующее сделать. Сделаем простой вариант. Достанем IP, достанем IP, то есть, откуда к нам постучались, откуда к нам постучались. пишу стринг это у нас будет стринговое значение IP IP request и get get URI вот это наш IP наш IP так теперь нам нужно сформировать ответ а хотя давайте сделаем чуть более сложнее заодно и покажем что servlet по сути дела это такой же компонент такой же бит он так же вращается там в контейнере и мы ему заинжектим заинжектим простым способом через поле вот таким вот образом заинжектим ему language language mysql mysql давайте вот это заинжектим то есть чтобы отобразить чуть больше чем IP IP так нет я все правильно написал там был же name у нас у книжки можно было взять так давайте я сейчас себе напомню ага domain name creator future name creator future окей еще напомню то есть вот что там хранится java creator и особенность name created давайте достанем 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 только только имя не будем усложняться так опять я потерял опять я потерял то вот они вот сервлеты вот все значит пишем mysql 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 find 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 by id здесь у нас long так это у нас optional поэтому нам нужно get и давайте возьмем возьмем креитора креитора я тогда здесь даже изменю креитор 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 окей и теперь мы будем вот эти вот данные пытаться отобразить в ответ пишем пишем для начала resp set content type set content type пишем что это обычно у нас text html и теперь нам нужен writer с помощью которого мы запишем запишем ответ в response то есть используем print print writer print writer print writer давайте покороче pv 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 и нам нужен этот давайте вот взяли наш writer и сейчас с помощью него мы запишем 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 в response ответ в response ответ то есть pv print и пишем тупой html код так закрыли что там было дальше у нас head то есть мне кажется вы уже понимаете да так что 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 так потом у нас было body так только здесь открыто то есть мы пишем вот таким вот образом ответ то есть это вот не то же самое что мы вот здесь вот писали то есть вы уже должны понимать насколько скажем так не очень удобно работать с сервлетами напрямую так 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 теперь мне нужно записать имя title title давайте запишем title 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 help 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 ok 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 сделали теперь в body запишем вот эти наши наши стринги pv print давайте обычный параграф засунем все это дело так так значит ip и creator 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 здесь еще напишу your ip your ip your ip creator 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 ok все все то есть что мы что мы сделали мы записали некий ответ ничего особенного нет нам теперь нужно все это дело протестировать но прежде чем нам это протестировать если помните вот в прошлый раз где наш главный класс где наш главный а а а подождите 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 это у нас servlet и нам нужно пометить сперва что это у нас web servlet и пометить url url pattern то есть по какому адресу данный servlet вообще будет срабатывать по какому адресу этот to get будет у нас срабатывать пишем hello 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 ok 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 вроде я здесь больше пока ничего не забыл вот теперь возвращаемся возвращаемся чтобы наш servlet был обнаружен нам нужно вот раскомментировать вот эту вот аннотацию servlet component scan чтобы наш servlet был найден чтоб он был активен все 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 а теперь давайте тестировать наше приложение запускаем запускаем так запустили сервер открыли главную страничку напомню что она у нас работала в стиле rest классического rest json здесь отдается нам json то есть мы из my square в прошлый раз тренировались да теперь теперь нам нужен help нам нужна строчка help help и вуаля вот наш help так что за дела опять я не то взял и я не это здесь ожидал get you right get you right а, блин, не то взял не то взял отдал запрос который делал ну вы поняли, да? то есть вот эта строчка фактически мне отдалась а я хотел то IP я хотел IP get get где там у нас get вообще давайте я загуглю get IP servlet я загуглю когда не узнаем, гуглим смело гуглим смело гуглим смело гуглим get remote address get remote address get remote address окей все 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 устанавливаю и снова запущу снова запущу и поехали вот наш IP-адрес имени тут не удивляйтесь это обычный IP-версии 6 IP-версии 6 IP-версии 6 то есть это это ладно, не буду тут смотреть IP-версии это 6 то есть вот вот таким вот образом мы можем вместо всяких контроллеров вместо всяких наш таймельных страничек или вместо нашего таймлифа вот прямо вот так вот писать прямо в луп скажем так низком уровне подход у нас есть скажем так вместо того чтобы использовать какой-нибудь язык высшего уровня вы же на самом деле можете использовать всякие ассемблеры или еще хуже писать нулями единицами хотя кому-то может лучше может кто-то это обожает ну тот кто обожает тот тогда пускай пишет сарвлеты а мы сарвлеты не будем писать мы будем писать только контроллеры и html и внедрять в них модели окей то есть смотрите что мы сделали мы зарегистрировали сарвлет вот аннотации вы пометили по какому url внедрили поскольку это у нас как обычный компонент то есть а как обычный бин мы его рассматриваем мы можем в него также внедрить через autowire то что нам нужно здесь мы наследуем еще от http сарвлеты и оверрайдим те методы которые нас интересуют и здесь используя метод request объекты метод объекты request и response мы формируем ответ все 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 весьма банально и просто кстати вот мы взяли вот этот ip вы его фактически можете использовать для того чтобы ограничить по ip юзеров допустим вы не хотите чтобы к вам заходили не знаю страны какой-нибудь пусть будет вы не хотите чтобы вас посещала басвана не знаю почему мне это в голову брало пусть будет басвана вам нужно просто узнать ip предварительный который относится басван и жестко банить но 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 делать по идее вот этот бан нужно не в самом сарвлете а через фильтры которые мы писали в прошлый раз где вот то есть вы вот написали бы вот нечто похожее и его бы применяли к сарвлету и вот эта вот техника это обычно олдскульная такая java ee техника вы писали сарвлеты к ним писали в веб фильтры ладно 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 пожалуй с этим все напоследок я хотел бы двинуть небольшой спич о о о об облаке об облаке смотрите в принципе да вот по хорошему уже мы все вот необходимо какой-то минимальный пакет чтобы создавать наши рабочие сайты уже имеем то есть например какой-нибудь новостной сайт или классический блог создать вы можете уже все у вас все уже есть понятное дело чтобы все выглядело красиво там приятно вы потратите ни один день ни одну неделю но инструментарий у вас уже есть да я знаю что тему тему с логированием безопасностью то есть вот эта аутентификация авторизация юзеров толком еще не рассмотрена но 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 ее можно скажем так пофиксить пофиксить или если хотите рассматривайте пока самостоятельно как ее можно пофиксить смотрите вот комментарии которые юзеры потенциально оставляют вы можете взять и защитить картинкой для начала от ботов какой-нибудь картинкой с загадкой и также там еще оставить поле имени поле имени вот таким вот примитивным способом ну я предполагаю вы увидели на других сайтах такой фильм то есть без регистрации как оставлять комментарии но 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 можно тогда вопрос возникнуть как делать посты на сайт да если у вас нет прямой авторизации то есть вы не заходите напрямую через скажем даже под админскими правами вы не заходите можно создать было бы отдельную страницу где есть некая форма которую вы заполняете и она потом у вас преобразуется в пост в конечный пост и там вы можете просто дополнительные поля ввести типа имя пароль какой-нибудь то есть если юзер какой-нибудь хочет запостить на вашем сайте ему нужно будет обладать вот этим именем пароль а в коде вы просто имя пароль захаркодите то есть просто в коде вы организуете проверку то есть вот когда у вас будет какой-то метод пост вот это пост метод вот этот пост вот текст придет да с этим постом вы придет и логин пароль вы просто проверяете и либо разрешаете запостить либо не разрешаете все очень просто а теперь теперь к чему это к чему это смотрите вот у нас уже все есть можно же все это теперь куда-то закинуть на какое-то облако и это делается очень просто я правда сам не являюсь большим таким специалистом прям по облакам но скажем так по воле случая я вот читал книжку по Аке по Аке всем рекомендую Аку всем рекомендую Аку это значит такой инструмент у скалы для для он модель акторную модель реализует то есть если вам нужна вот по-настоящему нужна конкаренсия и параллельность юзайте Аку скалы правда придется выучить но это небольшая проблема кстати Аку можно же на самом деле не только на скале писать но и на Джае и тут в действительности очень классные инструменты как делать параллельную работу ладно отвлекся немножко так вот я читал эту книжку и там предлагали предлагали Хероку предлагали вот облачный сервис Хероку рекламы сразу говорю не считаем это рекламой не считаем рекламой я просто чем познакомился с тем и с тем и двигаю почему я решил все таки заикнуться о том что здесь очень удобное и очень простое даже если у вас посмотрите сайт на английском но даже если у вас вообще никаких знаний на английском все делается очень очень просто там очень классные кайты вот смотрите мы хотим приложение на джава здесь кстати смотрите здесь можно еще на скалы на гоу на пайтоне на php это у нас руби и да на клажуре можно еще на других языках можно на эликсире то есть феникс запушить туда нас интересует джава 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 и и и и здесь есть просто отличный отличный вот смотрите смотрите сколько у вас потенциально займет времени чтобы задеплоить ваше ваше предложение 1 минута 20 секунд если конечно вы все пишете быстро 1 минута 20 секунд и ваше предложение уже там на облаке то есть посмотрите то есть это очень удобный очень простой инструмент как вы можете закинуть вам нужно сперва будет установить сам херок себе то есть сам херок скажем так на компьютер приложения а потом просто вот следуйте вот этим шагам очень просто просто вот так пишите как тут пишется и все у вас получится сейчас я этого делать не буду как-нибудь в следующий раз просто решил показать уже раз мы у нас все инструменты есть и кто-то из вас например захочет запушить это на облако то есть реально хорошо конечно что у вас вот все это запущено на 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 домашней тачке но делаем то мы все это делаем не ради домашней тачки по большому счету а ради сети то есть а почему нет и херок вам предоставляет скажет так бесплатную возможность простые приложения активировать там будут немного странные имена вам дадут то есть к вашему приложению вот например смотрите секрет жерны и номер вот такого рода имена будет но 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 будет то в сети вы сможете подключиться к вашему приложению с любой точки я правда еще неумерен что будет доступность стопроцентная все время возможно ваш сайт будет блокироваться на некоторое время но ради теста и самой идеи можно а те кто захочет пойти дальше они могут просто себе имя купить и там есть очень недорогой пакет прайсинг там есть очень недорогой пакет по-моему да всего 7 долларов 7 долларов в месяц 7 долларов в месяц не так уж много ну как может для кого-то это конечно и много но но не критично по идее должно быть или вы можете пользоваться бесплатно а здесь написано sleep after 30 minutes of inactivity то есть есть какая-то есть какая-то есть какое-то ограничение но ради теста да я предлагаю вот вам такой вариант заюзать заюзать хироку или можете свое какое-нибудь облако просто так случилось что я это скажем так это мое первое облако было то есть я я деплоил скалу скалу я деплоил плей у скала тестировал когда здесь тоже все очень просто то есть здесь вообще 4 шага да видите как просто деплоится ладно пожалуй пожалуй на этом все изучайте спринг в следующий раз затронем какую-нибудь тему посложнее ладно посмотрим see you next time